Дрителям было интересно сегодня, как и было, наверное, надеюсь. И судя по тем откликам, которые пришли на нашу беседу, было бы интересно узнать то, что от них скрывается. Сегодня мы попытаемся это дело раскрыть. Это вторая часть спрятанной истории советского кино, борьбы или войны кланов в нем. Период с середины 50-х до конца 60-х годов. Если это будет строиться таким же образом, я буду вам зачитывать небольшие отрывочки из этой будущей книжки моей, которая так и будет называться «Спрятанная история советского кино». А вы, если у вас возникли какие-то вопросы или, например, надо что-то там уточнить, я готов на них в процессе ответить. Итак, я буду, как и в прошлый раз, небольшие главки зачитывать из этой книжки. Итак, начну я, как всегда, с предисловия, потому что было предисловие для первой части, это предисловие для второй части. Смерть Сталина в 1953 году стала толчком к будущему развалу Советского Союза. Отметим, что Сталин не собирался умирать и готовил страну к будущим вызовам. Он собирался реформировать экономику. В 1952 году вышла его работа «Экономические проблемы социализма в СССР», политику. В том же 1952 году он расширил состав президиума ЦК КПСС до 25 человек, введя туда новых людей. Идеологию должны были измениться. Пресса. В 1952 году был создан ЖУФАК, факультет журналистики МГУ. Кинематограф увеличилось количество выпускаемых фильмов. Литературу допускались к освещению тем, которые до этого были запрещены к показу. Ну и так далее. Короче, готовилась оттепель, которую потом припишут Хручеву. Если бы она проходила под контролем Сталина, то история СССР пошла бы совсем по другому пути, не о разрушительном. Но именно поэтому Сталин был убит и спустя несколько лет оболган. Так, высшая партийная номенклатура по Сталину «Каста проклятая» спасала себя от регулярных чисток, введенных Сталином. Самые крупные прошли в конце 30-х и в конце 40-х годов. Не понимая, что спасаясь себя таким образом, «Каста проклятая» закладывает бомбу под страну, которая создавалась именно как антикапитализм, как антибуржуазная система. На Западе это сразу поняли и разработали программу по воздействию на те центры силы в Советском Союзе, Союзе и Восточной Европе, которые способствовали отходу от сталинских идей. Все Сталинское было специально предано астракизму, чтобы СССР сначала трансформировался в подобие буржуазной системы, а затем и вовсе прекратил свое существование, став придатком западной системы. Это предисловие, которое будет лейтмотивом для нашей сегодняшней передачи. Дальше приступаю к рассказу, к описанию ситуации, которая происходила тогда. И первая главка называется «Кино как центр силы». В начале 50-х кинематограф СССР был одним из главных идеологических инструментов. Основное воздействие на его формирование по-прежнему оказывали два клана, о которых мы с вами как раз и говорили в прошлой передаче. Это русский и еврейский. Русский отвечал за консервативную составляющую с опорой на национальные ценности, еврейский – за либеральную составляющую с опорой на европейские ценности. На протяжении 23 лет, с 1930 по 1953, кинематограф СССР был строго централизованным, находясь под плотной опекой государства и лично Сталина. И умело сочетал в себе обе эти составляющие – консервативную и либеральную. Смерть Сталина и дискредитация его имени и главные идеи открыли путь к постепенному принижению консервативной составляющей и доминированию либеральной. Запад это понимал, поэтому своей опорой в этом долгограющем процессе выбрал еврейский клан – либеральный прозападный. Вот о том, к чему это все привело, мы сейчас с вами поговорим. И вторая главка называется «Еврейские канны и нееврейская Венеция». Сразу после войны Соединенные Штаты Америки предложили Западной Европе план Маршалла, который начался с 1948 года. Он включал в себя не только экономическую помощь, но и культурную. Эта помощь подразумевала расширение культурного влияния США сначала на Западную Европу, а потом и на Восточную. Первостепенное значение уделялось кинематографу как главному инструменту идеологии в те годы. Сталин от плана Маршалла отказался, поэтому в 1946 году Запад объявил с СССР холодную войну. Началось вытеснение с СССР из Западной Европы, в том числе и в культуре. Например, в 1946-1947 годах СССР еще участвовал в европейских кинофестивалях, каннском и венецианском. Фестиваль Венеции считался старейшим. Он начал проводиться в 1932 году, а каннский – с 1946 года, то есть сразу после войны. Фестиваль Венеции, при этом венецианский фестиваль, долгие годы был лишен сильного еврейского влияния, в отличие от каннского, где евреи доминировали, поскольку юг Франции, а каннные они расположены на юге, всегда считался местом проживания зажиточных евреев. Во Франции тогда была самая большая еврейская диаспора в Европе – почти 200 тысяч человек, в то время как в Италии их было всего около 35 тысяч. А Венеция, некогда проеврейский город, прославилась тем, что именно там в 16 веке появилась первая еврейская гетта, так называемая Гетта Нова. Поэтому кинофестиваль Венеции был конкурентом кинофестиваля в Каннах, в том числе и по части еврейского противостояния. В итоге советские евреи больше предпочитали фестиваль в Каннах, где их стали отмечать наградами с 1946 года, а в Венеции только с 1955. Первым таким режиссером среди советских евреев был Самсон Самсонов и его фильм «Попрыгуни». В 1946 году советское кино в Каннах было представлено семью фильмами, и пять из них сняли евреи. Жюри возглавлял еврей Жорж Ю. Исман. Советское кино завоевало целых четыре приза. Среди них большой приз за фильм «Великий перелом» Фридриха Эрмлера, а приз за режиссуру достался Михаилу Рому за фильм «Человек номер 217». А вот в Венеции 1947 года премию получил фильм режиссера русского происхождения «Весна» Григория Александрова. Но затем началась холодная война, и с СССР перестал участвовать в западных кинофестивалях. В 1946 году Сталин создал свой международный кинофестиваль в Мариенбаде, тогда он назывался «Мариенский лази», в Чехословакии, где всегда проживало много евреев. Кстати, первыми режиссерами, получившими на этом фестивале «Хрустальный глобус», были евреи. Это еврейка из Польши Ванда Якубовская и режиссер из Америки Уильям Уайлер. В конце 40-х этот фестиваль переедет в Карлову Вару. В 1951 году Сталин решил прерывать бойкот и отправил в Канны три фильма, снятых опять же евреями. «Кавалер Золотой Звезды», режиссер Юлий Райзман-Мусорский, режиссер Григорий Рошаль и документальный фильм «Осфальденный Китай» режиссер Сергей Герасимов. Но ни один из них награды не получил ввиду предвзятого отношения. Зато в Карловых Варах в том же году фильм Райзмана, тот же самый, «Кавалер Золотой Звезды», был удостоил главного «Хрустального глобуса». Поэтому в следующем году, в 1952-м, СССР ни в Каннском, ни в Венецианском фестивале не участвовал, чтобы не унижаться перед Западом. Дальше мы приступаем к следующей главе «ЦРУ и Конгресс за свободу культуры». Федор Ибатович, можно короткий вопрос вставить между блоками? Так вот, вы, может быть, в дальнейшем, еще предстоит об этом поговорить, опишите механизм воздействия на кланы кинематографистов со стороны спецслужб, конкретно на еврейский клан. Естественно, пишу, вот как раз у нас дальше и будет вот это вот самое описание. Глава следующий так и называет «ЦРУ и Конгресс за свободу культуры». В 1950 году ЦРУ США создает Конгресс за свободу культуры с отделениями в 35 капиталистических странах. В его исполком вошли 7 человек, трое из которых были евреями. Раймонд Арон, Жорж Алькман и Тоско Файвелл. Секретарь Конгресса возглавил куратор АЦРУ, он занимал эту должность 17 лет, с 1950 по 1967. Майкл Джоссельсом, сын еврейского лесоторговца из эстонского Тарту. Конгресс воздействовал на культурные элиты Запада посредством фондов, которые тайно субсидировали ЦРУ. При помощи этих фондов на прикорме у ЦРУ были практически все крупные западные деятели культуры. Писатели, музыканты, художники и кинематографисты. Все крупнейшие кинофестивали, венецианский, каннский и берлинский, он был создан в 1951 году. С начала 50-х контролировались тремя спецслужбами. Американским ЦРУ, британской МИ-6 и израильским Моссадом. Так как большое число кинематографистов всего мира составляли именно евреи, поэтому к этому делу подключили и Моссад. Что стало поводом тому, чтобы и ЦРУшный Конгресс возглавили они же. Также отметим, что с конца 40-х до конца 60-х у Франции были тесные дружеские отношения с Израилем, особенно военные, что позволяло Моссаду вольготно чувствовать себя в этой стране, в том числе и в Каннах. Сталин способствовал созданию Израиля в 1948 году из геополитических интересов. Есть две версии на этот счет. Первая версия. Это было результатом торга между Сталином и евреями, которые обещали ему в случае помощи в создании, значит, раздобыть секрет атомной бомбы на территории Соединенных Штатов Америки. Вторая причина. Сталин рассчитывал на то, что израильские евреи станут его союзниками на ближнем Бостоке в противостоянии с Британией и Соединенных Штатов Америки. Ведь в СССР проживало почти 3 миллиона евреев, которые могли стать гарантией того, что Израиль будет заинтересован в том, чтобы их не предавали. Но Израиль изберет другого союзника, Соединенные Штаты Америки, которые после страшной войны оказались куда более богаче, чем обескровленный Советский Союз. Что касается судьбы советских евреев, то Израилю и США было даже выгодно, чтобы их жизнь с СССР складывалась трудно, поскольку только в этом случае можно было иметь с СССР дрожжи для будущей контрреволюции. А чтобы эти дрожжи постоянно бродили, надо было способствовать тому, чтобы противоречия между русским и еврейским кланами внутри СССР разрастались. И если при Сталине сделать это не удавалось в силу закрытости советской системы и классового подхода в идеологии, то после смерти Сталина и нового курса Кремля на расширение контактов с Западом эта задача упростилась. Например, в июле 1953 года СССР, то есть буквально через пару-тройку месяцев после смерти Сталина, СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем. А в последнем целых три структуры – Моссад, внешняя разведка, Шинбет, внешняя контрразведка и Натив, работа с реопатриантами – занималась обработкой советских евреев и изучением обстановки в культурной среде, где шло соперничество, как мы уже с вами говорили, между двумя кланами – еврейским и русским. Поэтому, как только Сталина не стало, ЦРУ и спецслужбы Израиля усилили свою работу против Советского Союза. И ЦРУшный конгресс за свободу культуры возобновил допуск советского кино на западные кинофестивали. Первыми это сделали в нееврейской Венеции, где в августе-сентябре 1653 года, то есть спустя полгода после смерти Сталина, прошел 14-й кинофестиваль. Туда было отправлено два советских фильма, которые сняли нееврейский фестиваль, помните, да? Без сильного еврейского логика. А русские режиссеры – Севал Кудовкин, он снял современную кинопоместь «Возвращение Василия Бортникова» и Александр Птушко, он снял сказку «Садко». В итоге награду получила замечательная, но аполитичная сказка, а не фильм про фронтовика, который поднимает колхоз. В 54-м году, то есть в следующем году, дошла очередь и до Каннского кинофестиваля, где всегда солировали евреи. От СССР туда отправили три фильма, и все они были сняты, сами понимаете, кем? Гиппеями. «Великий воин Албании» Скандерберг, это режиссер Сергей Юткевич, «Судьба Марины», режиссеры Исаак Шмарук и Виктор Ивченко, и документальный фильм «Мастера русского балета» режиссер Герберт Радпопорт. В итоге приза был удостоен фильм Юткевича. Это стало поводом к тому, что в следующем году, в 1955-м, Юткевич вошел в жюри Каннского фестиваля, а в 1956-м году Юткевич снова получит там приз уже за фильм «Отелло». Поэтому надо отметить, что Юткевич был евреем-караимом, а Франция после революции была одним из основных центров эмиграции караимов, поэтому связи Юткевича с этой страной всегда будут плотными. И в Союзе кинематографистов именно Юткевич долгое время будет возглавлять секцию международных контактов с советских кинематографистов и с кинематографистами других стран, как сатистическими, так и западными. Возвращаясь к Каннскому фестивалю, отметим, что почва для того, чтобы именно на нем стали появляться советские фильмы, «Счервоточенный» — это фильм, который отступает от прежних идеологических принципов, который будет отмечаться в Каннах главными призами, была унавожена уже в начале 50-х посредством все того же ЦРУшного конгресса за свободу культуры. Вот это плавка, посвященная кинофестивалям и закулисной жизни этих фестивалей, потому что вот это закулисье никто, кстати, из киноедов никогда, ну, может быть, изучали, но вслух об этом говорить не принято. Почему? Потому что фигурирует, понятно, какая тема, о которой мы с вами сейчас говорим, я имею в виду еврейская тема. Кстати, сейчас ничего не изменилось. Сейчас, более того, даже усугубилась эта ситуация на этих кинофестивалях, которые никогда не были таким смотром, так говорить, объективного, объективным смотром, где фильмы объективно удоставили с наград своим каким-то там вот таким художественным критериям. Да, естественно, значительная часть фильмов удоставили с наград своей художественной качества. Но во многом и там чисто такой субъективный подход, политический даже. То есть фильмы определенных, значит, режиссеров, определенные национальности, определенные тематики. Даже на Оскаре последних 20 лет посмотреть, что это все одна и та же политическая разворачивающаяся стратегия. Совершенно верно. То есть вот мы с вами как раз и говорим о том, сегодняшнему нашему зрителю, и говорим о том, что это не сейчас все начиналось. И наша тема, несмотря на то, что она, значит, описывает события довольно далекого прошлого, да, будет так говорить, на самом деле она, это тема о современности, потому что ничего в нашем мире под Луной не поменялось. Поэтому вот кинофестивали вот таким образом строят, кстати, не только кинофестиваль, любой смотр творческий, да, там та же сам Нобелевская премия, например, ну чем она уже сейчас, да, отличается от той Нобелевской, которая там 150 лет назад была задумана и так далее. Вполне не были спортивные, например, эти соревнования, да, Олимпиады, Чемпионаты мира, мы же видим, что происходит. Да, особенно в спорте-то. Федор Абатович, а вдруг у вас есть информация, Оскар, он... в большей степени под влиянием, например, кланов еврейских находится или же других американских конгумераций? Ну, про Оскар я не буду в этой передаче нашей говорить ничего сейчас, почему, потому что оставлю это на следующем, потому что первая наша островностная картина, она появится в конце 60-х годов, а мы сегодня закончим, значит, вот концу 60-х, и следующей передаче как раз про Оскар поговорим, и с какими критериями эти организаторы, этой престижной премии пользуются. Поэтому предлагаю и вам... Полностью поддерживаю. ...немножко потерпеть, и я в следующей передаче обязательно об этом расскажу. Следующая глава называется «Раскол элит». К началу 50-х в ЦРУ была собрана самая большая картотека в мире, в которой содержались данные на большинство известных мировых политиков, бизнесменов, а также деятелей культуры. В ЦРУ прекрасно знали о том, что в советской культуре, в том числе и в кино, есть два соперничающих клана – русский и еврейский. Однако если на русский клан ЦРУ и Моссад широко воздействовать не могли, то на еврейский, наоборот, через еврейские каналы в Израиле, а также в Западной и Восточной Европе, где культурные элиты в большинстве своем тоже состояли из евреев. Если брать Израиль, то в Восточном Блоке наиболее сильные позиции у него были в Советском Союзе и Чехословакии именно по еврейской линии. Кстати, в августе 68-го года будет спровоцирован именно Израилем, о чем мы с вами поговорим в следующий раз. В ЦРУ существовал русский отдел, или советский, который отвечал за тайные операции с СССР. В этом отделе был сектор культуры, который ставил целью расколоть интеллигентскую среду посредством провокации. Первая такая провокация – это дело Пастернака. Борис Пастернак – это советский писатель еврей. В середине 50-х он написал роман «Доктор Живаго» – среднее, на мой взгляд, по своим художественным достоинствам произведение, но в нем выражалось отрицательное отношение к октябрьской революции 1917 года и описывалось положение евреев из интеллигентской среды. «Доктор Живаго» – это альтер-эго самого Бориса Пастернака. О существовании этого романа первым узнал израильский Моссад, которым тогда руководил выходец из России «Израиль Гальперер», ненавидевшийся СССР за то, что советская власть лишила его семью богатства, и им пришлось бежать из России, бросив все. Но именно через Моссад на Западе оказался секретный антистанинский доклад Хрущева на 20-м съезде – это событие 1156 года. Евреи слили его в ЦИРУ. И именно Моссад слил информацию о «Докторе Живаго» сначала в английскую «МИ-6», а уже те в ЦИРУ. В этой же связке был и итальянский левый издатель Фильтринелли, женатый на немецкой еврейке Инге Шанталь. Так началась операция «Лара», целью которой было издать роман сначала на Западе, в Италии, а потом вбросить его в СССР с тем, чтобы вызвать скандал и обоследить раскол внутри творческой элиты накануне создания союза писателей РСФСР. Это было в 1558 году. Этот союз должен был стать средоточием в основном русских кадров в противобес союзу писателей СССР, где около половины кадров были еврейские. Но многие из этих евреев были лояльны власти, надеясь на то, что после смерти Сталина еврейская среда снова начнет оживать и подниматься. Собственно, это и начало происходить в середине 50-х, но в ЦИРУ и Моссаде было решено этот процесс прервать, чтобы настроить советских евреев против власти. Для этого и было затеяно дело Пастернака. Скандал удался. Значительное число евреев, и не только литературных, но и остальных, поддержало Пастернака и затаило обиду на действия властей в отношении него, поскольку спустя два года, в 1960 году, Пастернак скончается. В первую очередь по вине ЦИРУ и Моссада, которые затеяли этот скандал, но остались в тени. Они долго оставались в тени, это только в наше время были документы, американские, кстати, ЦИРУшные документы были обнародованы. Документы не шесть, до сих пор, вот я имею в виду по поводу дела Пастернака, до сих пор не обнародованы. Почему? Они, видимо, есть, видимо, что-то скрывать. Я думаю, связь это с Моссадом, на мой взгляд. Итак, ЦИРУ и Моссад были виноваты, косвенно виноваты в смерти, на мой взгляд, Бориса Пастернака. Такова была стратегия этих спецслужб, находить сакральные жертвы среди своих и жертвовать ими ради высших интересов Запада. Благодаря делу Пастернака, среда советской творческой интеллигенции оказалась еще сильнее расколота по линии противостояния между русскими и евреями. Это дело показало, что внешние силы не только начали наносить удары по наиболее уязвимым местам в советской системе по линии культурного контура, но и добиваться успеха, чего не удавалось сделать при Сталине. Отметим, что параллельно писательскому союзу свой союз тогда же собирались создать и кинематографисты. Для этой цели объединились два лидера – Иван Пырев от русских и Михаил Ром от евреев. Цель у них была общая – с помощью союза попытаться ослабить диктат партии над кинематографом. Но власть, напуганная делом Пастернака, решила не торопиться с созданием союза кинематографистов, поскольку среди киношников евреев было не меньше, чем среди литераторов, а это грозило еще большим углублением раскола. Поэтому в 1957 году был создан всего лишь оргкомитет будущего союза, который возглавил русский кадр – Пырев. Но евреи взяли в свои руки все важнейшие направления. Ром стал главным по художественному кино, Евгений Гаврилович – по сценариям, а Сергей Юткевич – еврей-караим со связями во Франции по международным контактам. На протяжении ближайших 5-8 лет до первого съезда союза кинематографистов именно эти люди будут выстраивать идеологию советского кинематографа со всеми его взлетами и падениями. Следующая главка называется «ЦРУ против КГБ». Она логично вытекает из всего нашего сегодняшнего разговора. Каким образом должен был и как реагировал комитет государственной безопасности Советского Союза. Это очень интересно. На фоне этих событий и влияния на них американского ЦРУ и израильского МОСАДа невольно возникает вопрос – куда смотрел КГБ? Ведь там были два подразделения – Шпировский отдел, это внешняя контрразведка, и целое управление четвертое, секретно-политическое, которое занималось идеологией, которые должны были противодействовать западным разведкам на территории Советского Союза. Дело в том, что если при Сталине государственной безопасности являлась мощной структурой, то при Хрущеве ее функции были урезаны, а сама служба ослаблена. Делалось это специально. Во-первых, чтобы обречить жизнь касте проклятой, меморклатуре, которая боялась возвращения всевластия в четвертой безопасности. Во-вторых, чтобы создать условия для трансформации советского общества из закрытого в более открытое, так называемое разделенное динамичное общество. Поэтому те, кто мог этому мешать в государственной безопасности, либо увольняли из органов, либо отправляли подальше от Москвы. Например, еще при Сталине, в начале 1942 года работает 4-е биологическое управление, еще пришел Борис Богомолов. До этого он работал в отделе художественной литературы и искусства ЦК ВДПБ, поскольку закончил знаменитый Ифрит, это институт философии, литературы и истории. Он был специалистом по творческой интеллигенции, по литераторам, музыкантам и кинематографистам. После смерти Сталина, после 3-м году Богомолов стал главой 5-го отдела 4-го управления. Это отдел 5-й, он вел контрразведку среди творческой интеллигенции. Но в июне 1956 года, буквально через несколько месяцев после 2-ми минуты Сталинского 20-го, Богомолова сняли с должности, перевели в Воронеж, а 5-й отдел был расформирован как раз накануне возникновения дела Пастернака и появление на свет фильма 41-й. Этот фильм, как и роман «Доктор Живаго», тоже был использован ЦРУ и Моссадом для раскола советских элит, но уже по линии теории классовой борьбы. Вот так, кратенько я, потому что эта тема достаточно обширная, я имею в виду КГБ от противостояния. Вот у меня есть отдельная книга «Глубинный КГБ», где я как раз буду все это дело описывать, каким образом все это противостояние происходило, какие там происходили события и так далее. А здесь вот в рамках нашей передачи я кратенько записал, что специально ослаблялась государственная безопасность советская, не для того, чтобы развалить Советский Союз, а для того, чтобы трансформировать эту систему закрытой в более открытую. Вот к чему это потом приведет, они тогда не знают. Но ЦРУшники уже подозревали. Американцы прекрасно подозревали, потому что, как говорится, когда только увяз, все птички пропасть. Они вот это прекрасно понимают. Какое-то отсутствие стратегического видения. У Сталина было стратегическое видение, да, да, да. Он был стратегом, великим стратегом, поэтому до сих пор как бы его им вспоминают, и в негативном плане, и в положительности, он был стратегом. Эти были, я имею в виду, последующие, руководители нашей страны, они не стратеги были, а тактики скорее. А люди, которые занимались стратегическими вопросами, стратегическая разведка у нас была в том же главном разведке управления, они прекрасно понимали, не сразу, а потом, постепенно, куда все это приведет. Но это будет чуть попозже, не в 50-й год. То есть мы с вами как раз берем период 70-х годов, Сталина скончалась, и куда все это будет двигаться? Стратегически никогда они еще в Советском Союзе этого не понимали, потому что они не знали, как будет развивать Советское общество, как будет влиять на него идеологию. Потому что тогда многие думали, что идеология – это фундамент нашей системы, и она удержит советских людей от скатывания в буржуазное общество. Такие вот настроения были тогда. Чему это приведет, они пока еще не знают. Как раз вот здесь вот следующая тема, она как раз вот и позволит нам понять, с чего началась вот эта вот коррозия идеологии советской, и кто этой коррозией как раз занимался. Следующий главк называется «Классовый подход». Поскольку Сталин был марксистом, он строил свою политику, основываясь на приоритете классового подхода к происходящим событиям. Он говорил, Сталин, ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки разбитых классов. И именно поэтому, потому что они об этом знают, они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылазки, имея в виду остатки разбитых классов, которые тогда, в середине 50-х годов, внутри советской системы, естественно, еще существовали. И с ними надо было бороться. Боролись ли с ними, вот мы сейчас об этом дальше и поговорим. Хрущев классовый подход, по сути, отбросил, поскольку никогда не был марксистом. Если Сталин, строя свою международную стратегию, больше опирался на немцев, Рокфеллеров из Соединенных Штатов Америки, чем на евреев Ротшильдов из Англии, то Хрущев сменил этот вектор, стал опираться на Ротшильдов, рассчитываясь с помощью еврейского капитала вывести СССР на орбиту широкой мировой торговли. Если при Сталине СССР торговал с 48 странами, то при Хрущеве уже почти с 80. А расширение международных контактов и формирование сырьевой элиты требовало изменений и в идеологии, в сфере классового подхода. Так внутри страны была выдвинута идея примирения красных и белых. В кино это привело к выпуску фильма 41-й в 1956 году, который снял Григорий Чухрай, еврей с Украины. Он был учеником Михаила Рома, закончил его мастерскую в обидке в 1953 году, спустя два месяца после смерти Сталина. Ром хотел оставить своего ученика и сопременника в Москве, на Мосфильме, но это тогда не удалось. Сектором кино в Минпульте с СССР тогда заведовал русский Иван Большаков, бывший министр кинематографии. О нем мы подробно говорили в нашей первой передаче, когда вы попринались, что он в конце 30-х годов, да? Да, в конце 40-х год он стал министром или главой кинокомитета союзного. Вот на тот момент он еще был в Министерстве культуры, курировал кинематограф, весь советский кинематограф. Он не хотел, имеется, Большаков, не хотел усиления еврейского клана, поэтому Чухрай отправился на киевскую киностудию. Также евреи Украины широко были представлены на одесской киностудии. Но в 1955 году ситуация изменилась. Первое, Большакова отправили в отставку. Второе, Хрущев стал усиливать именно украинскую группировку в Москве, на которой он опирался в борьбе с Молотовым и компанией, перетягивая украинцев в столицу. И третье, Хрущев провозгласил отход от диктатуры пролетариата и от классовой борьбы. А Чухрай давно вынашивал идею экранизировать Лавреневского 41-го и снять его в ином ключе, чем это сделал русский режиссер Яков Протазанов. Вот как сам Чухрай вспоминал об этом в своих мемуарах. В Институте кинематографии в плане изучения истории советского кино нам показали фильм 41-й режиссера Якова Протазанов, снятый в 1924 году. Тогда он пользовался большим успехом. Сейчас фильм разочаровал меня. Картина снималась с классовых позиций, по которым все белые были негодяями, а все красные благородными героями. Я по своей войне, а он фронтовик, Чухрай, по своей войне знал, что это не так, что негодяи бывают и с той, и с другой стороны. Все дело не в человеческих качествах отдельных солдат, а в целых, а в целях каждой из сторон. То есть, понимаете, да, уже в классы по тротуару отходят, и уже среди врагов, белогвардейцев или нацистов уже можно найти не негодяев, а уже и каких-то порядочных людей, понимаете, да, вот туда. Это тропинчик потом привела, да, к сегодняшним событиям, ну, в Европе, например, да, когда памятники советских солдатам, но это об этом, кстати, мы там потом поговорим. Эти слова типичны о браче психологии той части коммунистов, которые осудили Сталина и поддержали Хрущева. Это был пример соглашательской политики коммунистов, имевших мелкобуржуазное сознание как раз вот об этих людях и говорил о статке недобитых классов. Несмотря на то, что Чукрай не относился к недобитому классу, но мелкобуржуазное сознание свое, судя по всему, развивал, когда начал вот копаться во всех этих нюансах, отметая классовый подход. В нюансах имеется в виду войны. С мелкобуржуазным сознанием. А правдалось это тем, что СССР недавно пережил страшную войну и должен стремиться голове получше, и может отходить от некоторых прежних принципов. То есть они как бы базу подводили под это все. Поэтому теория классовой борьбы начала вытесняться, а ее место заняла теория мирного сосуществования, как внутри страны с враждебными классами, например, пролетариатами, так и с внешними врагами. В итоге белогвардейц в 1941-м был сыгран Олегом Стриженовым так, что его гибели зрители искренне сопереживали. Отметим, что еще в процессе съемок у фильма была сильная оппозиция, которая не хотела, чтобы фильм получился примиренческим. Поэтому финал был снят иначе. Он должен был оправдать поступок Марютки. Сама она, стреляя в белогвардейца, которого успела полюбить, произносила слова. Именем революции. А голос диктора за кадром оправдывал ее классовое сознание. Но в феврале 1956-го года прошел 20-й антисталинский съезд КПСС, и финал был переснят и перемонтирован. Из него убрали и реплику Марютки, и голос диктора. Вспомним первую строку из Евангелия от Ивана в Новом Завете. Вначале было слово. Написано неспроста, ведь слово имеет силу, имеет вес. Поэтому из фильма были убраны слова именем революции, слова диктора, но оставлены слова Марютки, синеглазенький мой. И она несколько раз повторяет, слонившись над трупом убитого белогвардейца. Синеглазенький мой, синеглазенький мой. Обращенный к убитому белогвардейцу. На что сценарист фильма, Григорий Колтунов, на фудсовете заметил, сыгран финал поручика, а не Марютки. И он назвал, кстати, этот фильм белогвардейской стрипнёй. У него был конфликт на этой почве с Чухраем. Они, кстати, там чуть ли не врагами стали. Но поскольку прошел 20-й сиест и Хрущёв, дальше вот... Да, были. Другие настроения. После этого фильм показали Хрущёву. Тот прослезился над финалом. И распорядился, чтобы картину отправили на кинофестиваль в Каннах. Ведь это был по большей части еврейский кинофестиваль, который финансово курировался Росшильдами. В французской ветвью Гидео и Эдмоном Росшильдами. С которыми началось сближение как раз в апреле 1956 года. Первый визит Никиты Сергеевича за рубеж как раз состоялся в апреле 1956 года. И именно в Англии. С которыми Хрущёв договорился. Именно в Каннах должны были оценить 1941-го как новое веяние не только в кино, но и в советской политике, где классовый подход должен был уйти в прошлое. Если Сталин чётко придерживался пролетарской линии в политике, он обожал спектакль «Белая гвардия в Махате». Порядка 20 раз посмотрел его. Но запретил его экранизировать. То есть кино пробиться есть и было невозможно, потому что понятно почему. То Хрущёв занял другую позицию, соглашательскую. Обратим внимание, что фильм 41-й вышел в прокат в октябре 1956-го. И тогда же в СССР и США возвратился известный белый иммигрант и монархист Александр Казембек, который был сторонником конвергенции монархической и социалистической идеи. Он был сотрудником ЦРУ, агентурное имя Паук, и служил интерлокером, связником между советскими и западными элитами. Именно для этого его устроили советником к патриарху Никодиму. И всё это стало возможным благодаря отходу Кремля от теории классовой борьбы в пользу конвергенции, сближения с Западом и его разными центрами сил. Конвергенция развивалась по нескольким контурам. Во-первых, по еврейскому отношению с Израилем и еврейскими диаспором в США и Европе, как в восточной, так и в западной. Второе, по британскому отношению с Англией как противовесу ФРГ. По немецкому отношение с ФРГ как противовесу Англии. И по белогвардейскому отношение к русской эмиграции, которая базировалась в основном во Франции. То есть получается и французское направление. Вспомнил того же самого Юркевича, да? Да. В фильм 41-й, который станет первой ласточкой белогвардейского кино в СССР, в нем белые показывались положительно. И возвращение Казимбеков в СССР, а чуть позже, в начале 60-х, и другого белого эмигранта Василия Шульгина были сигналами для белой эмиграции, что классовый подход по ее адресу отменяется в Советском Союзе. Отметим, что трансляторами этих сигналов для белой эмиграции выступали евреи. Режиссер Григорий Чукрай, художественный фильм 41-й, Фридрих Эрмлер, документальный фильм перед судом истории, где Василий Шульгин был главным героем. Это середина 60-х годов. Сергей Колосов, он снял фильм «Операция Трест», где фигурировал тот же Василий Шульгин. Писатель Лев Никулин, Алькинецкий, он написал роман «Мертвый зыб», по которому был снят фильм «Операция Трест». Это не было случайностью, я имею в виду, что евреи были трансляторами этих сигналов. Так Кремль сближал евреев и белых, которых развела когда-то гражданская война. Помните, да, Сергей, красных комиссаров было? Да. В Советском Союзе. В этом движении евреев практически не было. То есть когда-то их развела гражданская война, кинется для нового проекта, где всем должно было хватить места. Вот здесь как раз о стратегии. Что за проект такой формировался? Ну, Фрущевым и его компания, Пусинин, те же самые. Вот в конце, в второй половине 50-х годов, почему? Потому что 20-й сетс прошел, Ротшиды, потом белые гранты, белые мигранты возвращаются, да, Казимбек, Шульгин и так далее. То есть стратегия у них вот в этом отношении уже была. Но не неразал Советского Союза. Они, видимо, хотели белых иммигрантов, которые видели в Советском Союзе продолжение Российской империи царской, они хотели привлечь их в свою сторону и с их помощью, видимо, потом влиять на западные центры силы, перетягивая их в свою сторону. Видимо, вот такая стратегия была ими. Стал выдвигаться в конце 50-х годов. Кино был к этому подключен в 1941-й. В фильме 1941-й, ну, и там литература. Документальное кино было подключено в тот же самый фильм. Перед судом истории и так далее. То есть вот тогда эта стратегия возникла в конце 50-х годов, и кино в этом тоже участвовало, в том числе и режиссер Григорий Чухрай. Хотя сам, судя по всему, на мой взгляд, об этом даже не догадывался. Он использовался в темную. Такие люди используются в темную. Ну, творческие люди, сами понимаете, да, они же в политике не разбираются. Вот, и эти сегодняшние события, кстати, очень хорошо это просвернули, показывают. Люди не разбираются, но широко комментируют, так сказать, являются вот такими ретрансляторами этих всех идей. На них ориентируется тоже недалекая публика, которая тоже в политике совсем не разбирается. Но тогда они идут за ними, как, значит, эти лошади замарковки. Вот, то есть вот конец 50-х годов мы посмотрели фильм 41-й. И дальше переходим к следующему, значит, к следующей нашей истории. По лестнице движемся, 41-й и фестивальное кино. Ну, это еще потому, что все связано. Федор Батович, удивительно, что события до 17-го, 17-х годов и далее, гражданская война, ведь еще было живо это поколение, которое конкретно воевало с белым движением, ведь тут они видят фильм, да, спустя 30 лет, 41-й фильм, да, фильм, под названием 41-й, где совершенно иная трактовка событий. Да иная трактовка, ну, я же вам сказал, что были оппозиционеры, кто возмущался на том же Мосфильме, да, тот же Колтунов, да, другие тоже, но они не могли, почему, потому что Кремль занял определенную позицию. Кремль занял отход на позицию отхода от классных позиций. Вот такая была у них, значит, стратегия, у наших кремлевских руководителей. Почему? Потому что нужно было устанавливать отношения с Западом. Отношения с Западом нужны были для широкой торговли. Мы должны были включиться. Сырьевая, сырьевая держава, вот при Таллина все-таки это все сдерживалось. А при, значит, Хрущеве развивалось, почему-то, потому что, ну, и нефть у нас появилось гораздо больше, да, там, Покинская нефть, а там уж и на Волге нефть, потом и Самотлор, это уже 60-е годы и так далее. Вот, ну и все остальное, все остальное, они вот как-то под это подстраивались, и поэтому здесь все как бы логически правильно, ну, можно как бы цепочку выставить. Да, действительно, мы должны были развиваться из открытого общества, переходить в более открытое, здесь все понятно. Вот, но, я говорю, отход от вот этих марксистских идеологем, которые, на которых базировалось советское общество, а советское общество строилось как антибуржуазное, именно поэтому она на этих вот идеологемах и базировала. Отход от них делал Советский Союз не антибуржуазную, значит, систему или государство, а уже буржуазно, постепенно. Появилось красное буржуазие, анарцы Влада, да, в 70-е годы уже прибрежные, да, при, так называемом застой, а при Горбачеве уже пышным цветом в кооперативных и совместных предприятиях и так далее. То есть, в принципе, мы с вами в первой передаче говорили, был НЭП, это как раз направление в сторону не антибуржуазного общества, а буржуазного строилось. Поэтому Сталины закрыл, как марксист, как истинный марксист, он эту новую экономическую политику закрыл. Хрущев ее опять начал открывать. Здесь вот такая троте. И в связи с этим развивался советская культура, в том числе и кинематограф, который мы с вами сейчас рассматриваем. Вот именно в этом направлении, благодаря вот этой политической линии. Одной и второй. Но причем, что общество, которое воспринимало продукт культуры, в нем тоже назревал, появлялся скол, потому что происходило размежевание поколений, тех, кто растет уже при новой реальности, при новой действительности, при новом курсе партии. И те, кто еще помнит, какой был курс по отношению конкретных личностей, персоналей и вопросов. Да, конечно, все это раскол общества. Я говорю, раскол общества, раскол общества по этому правлению. Здесь, я думаю, большое значение имела Великой Отечественной войны, которая унесла лучшие кадры, будем так говорить, лучшие кадры. Вот это первое. Второе, оно как бы породило у следующего поколения вот такое вот желание жить без войн. Вот такие пацифистские настроения. Хотя вся пропаганда советская говорила, что Америка, ядерная война возможна и так далее. Но страха большого, я как-то себе помню, о том, что будет перед тем, что будет какая-то ядерная война, лично у меня и у молодого поколения того времени, в 70-е годы, уже не было. Уже как бы адаптировались к этому. В 50-е годы была война, она не случилась. В 60-е годы была, ну, я имею в виду пропаганда, об этом говорил, она не случилась. В 70-е годы была война. Говорили они, нет, в советском Союзе ее не было, она на других, так сказать, территориях. Поэтому вот это поколение, следующее, послевоенное, несколько поколений, они уже адаптировались к этому, и поэтому достаточно легко воспринимали вот этот вот крен буржуазный, так сказать, вот такие реалии, которые все больше и больше вес набирали. Но мы с вами сейчас вернемся опять, значит, вот, во вторую половину десятых годов, когда только-только все это дело начиналось, зачиналось. Итак, следующий главк называется «Фестивальное кино». Именно под такие культурпроекты, как фильм 41-й, во второй половине 50-х ЦРУшный конгресс за свободу культуры выстраивал всю политику культурных фестивалей в Европе. Если брать Каннский кинофестиваль во Франции, то он попал под колбак Конгресса ЦРУ в 1951 году. Именно при посреднице Конгресса этот фестиваль и стал приобретать масштаб и престиж для того, чтобы в нем участвовали первые величины мирового кинематографа, которые задавали все современные тренды к кинематографе, в том числе и из Советского Союза и других стран соцлагеря. Задача у ЦРУ была одна – поощрять такие фильмы из социалистических стран, которые несли в себе червоточину с точки зрения советской идеологии. Эти фильмы могли занимать скромные места во внутреннем прокате. Например, фильм 41-й занял сегодняшний 12-е место, собрав около 25 миллионов зрителей. Но на Западе их ждал успех, который намеренно раскручивался пропагандой. С помощью таких фильмов на заметку брались их режиссеры, которые потом пользовались на Западе повышенным вниманием и на них ориентировали элиты, как политические, так и культурные. При этом особое предпочтение отдавалось евреям, которым в Каннах создавался особенный прием. Обратим внимание на следующие факты. Первое. На Каннском кинофестивале 1957 года президентом был писатель Андре Маруа, еврей. Второе. В победителях фестиваля значились два фильма из социалистических стран. Первым был 41-й Григорий Чухраев. Я провинкался классовый подход. Третье. Вторым победителем от соцстран был фильм-канал кольского режиссера Анджея Вайды, убежденного антисоветчика. В годы войны Вайда служил в армии Краевой, воевавшей как с нацистами, так и с советской армией. Именно армии Краевой Вайда и посвятил свой фильм-канал. А вдохновил его на это, он сам потом признавался, стихотворение Юзефа Щепанского, которое называлось «Красная зараза», посвященного советской армии, которая, как считал автор этого стихотворения, не помогла варшавскому восстанию в августе 1944 года. Я вот несколько строчек из этого, значит, спирастейшее стихотворение приведу, чтобы вам стало понятно, о чем оно, и чем вдохновился Анджея Вайда. И вообще не только этим фильмом вдохновлялся, я имею в виду, он вообще, все ее творчество вдохновлено вот этим вот, по сути, стихами. Это потом, кстати, выяснится, когда развалится Советский Союз, все эти Вайды, Альбрихские и так далее, все эти польские, блин, так называемые друзья, и снимут маски, и тебя явят во всей красе. Итак, 24-й из стихотворения «Красная зараза». «Мы ждем тебя, сброд великой державы, всходство введенной властей батагами. Ждем, что потопчешь ты нас сапогами, зальешь пропагандой своей лукавой. Но знай, победитель, из нашего общего гроба новая сильная Польша родится когда-то, та, по которой ходить не придется солдатам и повелителям дикого красного сброда». Воинственные стихи, воинственный ати-советизм. Сейчас, секундочку, просто у меня изображение пропало. То есть вот такими вот стихами вдохновился польский режиссер Анджей Вайда, снял свой фильм «Канал», посвященный армии Краевой. И дальше что происходило. Именно эта, вот я имею в виду позиция Вайды, учитывалась членами жюри Каннского фестиваля. Вайде дали приз за его ненависть к советской армии и СССР в целом, хотя при освобождении Польши в годы войны погибло 600 212 советских солдат. А Чухраев за то, что своим фильмом он выразил сочувствие к белогвардейству, которого убивает женщина, опять же, красноармеец. По этому поводу главный редактор журнала «Октябрь», тогда же, все в почту, заметил следующее. Если, господа капиталисты, принимаются вдруг безудержно хвалить какой-нибудь наш кинофильм, так и знали. Узрели в нем, значит, нечто, дающее им надежду на то, что мы способны отступить от социалистического реализма, то есть, иначе говоря, вообще отступить от своих идеалов. То есть эти слова, сказанные тогда же, в те годы, говорят о том, что были люди, их немало было, кто прекрасно понимал, к чему все это идет, к чему все это движется под руководством Кремля. Хотя Кремль, я вам об этом тоже говорю, такую позицию, такое триединство. То есть центр, он как бы икейский судья, и он смотрит, наблюдает за тем, как идет борьба между либералами и державниками, между русскими и евреями. И как бы их периодически разводит. Но не дает преобладание какому-то за эти кланы. Но рано или поздно ситуация должна была привести к тому, что один из кланов все равно бы победил под влиянием как внутренних причин, как окружающих советских общественных, так и внешних. Потому что те же самые ЦРУ, Конгресс, культура, и Моссад, так называемый, который имел огромное влияние на советские евреи, они не сидели сложа руки все эти годы. Так, миллиметр за миллиметром советские либералы будут отступать от тех идеалов, за которые многие из них тоже, чухарай фронтовик, кстати, проливали свою бровь на фронте. Это отступление в итоге придет к развалу СССР, пересмотру итогов войны в пользу Запада, переписыванию историю и сносу памятников советским воинам-освободителям, которых теперь будут называть оккупантами. Начнется этот процесс в 50-е годы. Например, фильм «Канал» появится в советском прокате уже в январе 1559 года. То есть спустя два года после того, как он завоевал приз на Каннском фестивале. Благодаря либералам, евреям, которые были здесь, в этой киношной среде. Благодаря им, а не таким людям, как все он хочет. В январе 1559 года. Все это было снесено и все того же хрущевского антиклассового подхода. Сам Вайда, убежден на антисоветчике, как Краевец, станет одним из самых желанных польских режиссеров для советских либералов и часто будет переезжать в Москву со своими фильмами. И это предполагает, что в Польше всегда был распространен антисемитизм. Но это не мешало советским либералам-евреям моего врага, мой друг. А враг у советских и польских либералов был общий. Советская власть, как основа русской власти. Нечто подобное мы наблюдаем сегодня, когда многие российские евреи стали союзниками бандеровцев и нацистов, так как у них есть тот же общий враг, русский мир. То есть ничего с их времен не поменял. Также следующая главка, она как раз является продолжением предыдущей фестивальной главки. Она называется «Фестивальное холуйство». Итак, с конца 50-х. ЦРУ через Конгресс за свободу культуры, который окучивал руководителей крупнейших мировых кинофестивалей, начинает приручать режиссеров социалистических стран к тому, чтобы они снимали кино с червоточиной. Потому что без червоточиной ни на каком кинофестивале, западном, ни на кастом, ни на берлинском, заработать вот эти вот бакалуши невозможно было. Это все на поверхности лежало. В принципе, в силу хочется, кстати, в своем журнале «Октябрь» об этом писал. Для чего созданы были эти кинофестивали? Чтобы кино соцстранств сближалось с западным кино в части показа «Правда жизни» показывало не только хорошее, но и плохое, разные пороги, изъяны. Так называемое «Окно Авертона». Это уже в наше время появилось такое выражение. «Окно Авертона» — это «Окно дискуссов» для оценки суждений по ступени их приемлемости. Например, если раньше нельзя было сочувствовать белоговоряйцам, то теперь уже можно было и это не считалось чем-то там плохим. В СССР подобное кино с червоточиной в основном снимали режиссеры евреи. СССР это знали, поэтому основной упор делали на проеврейский фестиваль в Каннах, куда приглашались и награждались фильмы советских режиссеров-евреев. Иосиф Хейфиц, Лео Арнштам, Сергей Юркевич, Григорий Чухрай и другие. На кинофестиваль в Венецию, где еврейское лобби было не столь сильным, евреи не когда сильно влияешь на этот город после войны, это влияние утратили, долгое время в основном приглашались и награждались русские режиссеры. Николай Эк Ивакин, он, кстати, был первым за путевку в жизнь, Григорий Александров, Александр Птушко, Андрей Тарковский, Игорь Таланкин, Василий Шукшин и другие. Впрочем, иногда в Венецию приезжали и еврейские режиссеры из Советского Союза, но для этого им надо было снять нечто скандальное, с червоточиной. Так было с Александром Алловым и Владимиром Наумом, получившим спецприз за фильм «Мир входящего» с его пацифистским мотивом, который возмутили руководство ГТР, но на Западе, в том числе и ФРГ, были одобрены. Еще одним советским режиссером они получили в Венеции приз. То есть нееврейский фестиваль, и там два еврея получают приз. Но именно за то, что они сняли фильм с червоточиной, фильм «Мир входящего». Ему прекрасное кино, но пацифистское. Вальтер Ульбрихт, руководитель ГТР, возмутился сильно этим фильмом. Требовала у Хрущева, чтобы на Западе его не показывали. Мы его поставили в Венецию, он там собрал и так далее. То есть был большой скандал вокруг этого фильма, Фурцова пыталась выстрелить против. Но Хрущевская линия, вот отход от класса идеологии, он как раз способствовал успеху. Еще одним советским режиссером, взявшим Венецию, стал Петр Подаровский. Он тоже был евреем с Украины и фронтовиком, как и Чухрай, но работал на Одесской киностудии. Чтобы быть отмеченным в Венеции, ему пришлось совершить такое, на что вряд ли бы согласился пойти кто-то из русских режиссеров, на мой взгляд. Именно это и было оценено фестивальным жюри. А совершил он следующее. В Венецию он попал в августе 1965 года с фильмом о войне «Верность». Вместе с ним туда был отправлен и другой режиссер из числа либералов, грузин Марлен Хуциев с фильмом «Застава Ильича». Что было дальше, читаем у Миры Тодоровской. Это супруга Петра Тодоровского. Утверждение готового фильма «Верность на Одесской киностудии» проходило тяжело. Режиссера заставили вставить патриотическую сцену воинской присяги. То есть патриотизм, судя по всему, судь по этой реплике Тодоровской, что-то постыдное. Заставили режиссера в финал фильма вставить в патриотическую сцену. После чего картину отправили на Венециенский кинофестиваль 1965 года. Если бы в этой патриотической сцене не было, его бы никогда не отправили. Потому что прекрасно понимали, что нужно усилить и отправить туда, на Венециенский кинофестиваль. Не на Канске, на Венециенский. На предпремьерном показе именно эта пафосная сцена вызвала критику итальянских журналистов. Напомню, что Италия воевала на стороне фашистов. И тогда Петр Ефимович пошел на преступление. Постучался в кабинку киномехаников, за пузырь, то есть за бутылку водки, договорился вырезать идеологические кадры, а эти кадры длились три минуты, достаточно продолжительное время. То есть вот этот и заново смонтировал пленку. То есть вырезал. Из фильма эти три минуты. Поделился находчився с другом Марленом Хуциевым, и тот кинулся чикать в свою заставу Ильича. Это все рассказывает супруга Петра Татаровского. Таща, она продолжает. В ночь перед премьерой на берег одного из каналов Венеции прокрались две тени. Тишину нарушали только всплески. Бульк, бульк, бульк. Коробки с пленкой мы с Хуциевым вынесли под полами пиджаков и побросали эти снаряды в воду. Открыто рассказать о своем хулиганстве на родине Петр смог только после Горбачевской перестройки. Так что в первый день зрители ругали его картину. Имеется в первый день, когда на предпримерном показе эта сцена, ариотическая фильмы еще была. А на следующий день уже восторгались, не понимая гневных рецензий. В газете старые не увидели никакой идеологии, только любовь. И муж вернулся домой с призом за лучший дебют. Так в советском кинематографе, это же я уже от меня, так в советском кинематографе в конце 50-х годов пустила в корне халуйская манера угодить заокеанскому барину, в данном случае итальянскому. И можно быть уверенным, что если бы Тодоровский не обкарнал патриотический финал с присягой советских курсантов перед их отправкой на фронт, никакой награды ему бы не присудили. То есть приза он был удостоен именно за свою смелость в деле угодничества перед западной публикой. За то, что согласился не показывать патриотическую сцену. Отметим, что спустя 10 лет в середине 70-х Петра Тодоровского переведу с Одесской киностудии на Мосфильм. С повышением. Да, с повышением. Не только потому, что он был талантлив, а потому, что брежневская разрядка усилит позиции евреев в советской культурной среде. Как итог, в Горбачевскую перестройку именно такие люди придут в власти и станут задавать тон в политике и культуре. Напомню, что фронтовик Петр Тодоровский, начав путь в советском кино с военного фильма «Верность», о котором мы говорили, закончит этот путь фильмом о валютной проститутке «Интердевочкой». Об этом фильме уже в наши дни, в 2007 году, режиссер скажет следующее. Я не хотел снимать фильм о проститутке. Я хотел сделать картину про молодых и талантливых людей, которым невозможно было себя здесь, в Советском Союзе, реализовать. Вот они и уезжали, чтобы получить возможность заниматься любимым делом. То есть, проституция это как бы любимое дело. Ну, кто-то действительно считает это любимым делом. Почему мы должны это запрещать? Так считал, видимо, Тодоровский. А не быть за 15 копеек, это он сравнивает, медсестричкой дежурить за кем-нибудь выносить утку. Как, например, строили БАМ. Собрали людей со всей страны, завезли в Глухомань, многие поломали там свои жизни. Видите, какое сравнение? Фронтовика, да? Любимое дело проституция и медсестричка за 15 копеек утку выносит. Это нехорошее явление. Или там БАМ, например, строить, да? Байкаламурскую. Магистраль. Это говорил фронтовик в 2007 году. Человек, который застал развал Советского Союза и уже видел, к чему это все привело-то? 2007 год. Который не только застал, а, в принципе, участвовал в его... Принципе, понятно, участвовал, это фронтовик, просто дальше я буду как раз в своей следующей главке об этом говорить. И это говорит режиссер «Фронтовик». Схожая метаморфоза произойдет и с Григорием Чухраем. Сняв в 59-м году великий фильм «Баллада о солдате», где он воспел образ эпической матери, ждущей погибшего сына с фронта, 20 лет спустя он же снимет фильм «Тресина», фильм будет совместный вместе с западными немцами. Из пяти сценаристов фильма четверо были евреями Чухраем, Новогрудский, Махнач, Кумпянский. Но подобные метаморфозы происходили не со всеми кинорежиссерами в прошедшем войну. Например, в русском стане таких метаморфоз не было. И следующее главное называется «Фронтовое небратство». Потому что фронтовики бывали разные.